Как вам идея того, чтобы худеть без подсчета калорий? Сегодня мы вместе с вами постараемся разобраться, что же такое кето-диета, чем полезно интервальное голодание и можно ли похудеть, не считая калории. Итак, кетогенная диета – это способ питания, основанный на потреблении определенных продуктов в определенных сочетаниях, чтобы заставить ваше тело работать на жирах. При сжигании жир распадается на так называемые кетоны, которые тело может использовать как топливо. Примечательно то, что оно гораздо полезнее сахара, который большинство из нас используют для получения энергии. Одно из главных преимуществ кетогенной диеты заключается в том, что она позволяет вам дольше не испытывать голод и тяги к углеводам. В отличие от низкокалорийных или низкожировых диет, которые часто связаны с высоким потреблением углеводов, кетогенная диета позволяет сжигать жир более эффективно. Проще говоря, кетоз – это когда вы сжигаете жир. С этим разобрались. Помимо кетоза существует еще здоровый кетоз, и в нем есть свои особенности. Согласитесь, чтобы стать здоровым, телу нужно получать все необходимые питательные вещества, которые содержатся в качественной пище. Вы не худеете, чтобы стать здоровым. Сначала вам нужно стать здоровым, а затем вы сможете похудеть. Хорошим дополнением к здоровому кетозу будет интервальное голодание. Но это вовсе не диета. Принцип интервального голодания заключается в том, что есть нужно реже. Вы спросите, почему? Каждый раз, когда мы едим, происходит выброс инсулина, а его большое количество в организме очень опасно. И вот с помощью здорового кетоза, а также интервального голодания мы сможем избавиться от излишка инсулина. Вы удивитесь, но у подавляющего большинства людей в организме избыток инсулина. Вы сможете вспомнить, когда последний раз проверяли уровень инсулина в крови? Сложно, правда? Просто дело в том, что врачи обычно проверяют уровень сахара и глюкозы в крови, а вот уровень инсулина натощак не проверяют. Но вернемся к голоданию. Его лучше начать с трех приемов пищи, без перекусов, а затем перейти на два, также без перекусов. Кто-то может есть и один раз в день. Стоит отметить, что мы не стремимся снизить количество калорий, ведь их количество и так уменьшится. Мы стремимся к тому, чтобы есть реже. Может показаться странным, но при двухразовом питании вам уже не нужно будет так много питательных веществ, как при трехразовом питании. А весь секрет в том, что на интервальном голодании организм приспосабливается, и ему больше не нужно так много питательных веществ, поскольку тело начинает откладывать их про запас. И как результат, это идет во благо. Некоторые беспокоятся, что потеряют мышечную массу при таком питании, но интересно то, что при интервальном голодании резко повышается уровень определенных гормонов, например, гормон роста. То есть тело начинает откладывать про запас еще и белки, поэтому мышечную массу вы не потеряете, кто бы что ни говорил. Итак, чтобы снизить инсулин, нужно соблюдать всего два правила. Первое – это урезать сахар. Простые углеводы, зерновые, макароны, хлопья, печенье, вафли, соки и, конечно же, алкоголь. И второе правило – есть реже. Когда мы едим меньше углеводов и едим не так часто, наше тело учится сжигать жир. Происходит сдвиг на клеточном уровне. Тело начинает использовать в качестве топлива не сахар, а жиры. А когда в вашем рационе слишком много углеводов, то инсулин связывает их и превращает в жир. И сейчас большая часть жира в вашем организме – это как раз результат потребления углеводов, а не жиров. Кроме того, люди часто не осознают, что когда инсулина слишком много, от жира не получится избавиться. Если у вас такой упрямый метаболизм и вы никак не можете похудеть, то у вас слишком много инсулина. Можно ли это как-то быстро проверить? Конечно. Просто взгляните вниз, если там видно живот, то у вас избыток инсулина. Ведь симптомы повышенного инсулина – это как жир на талии. Высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, усталость, особенно после еды, снижение когнитивных функций, отсутствие концентрации, плохая память, также резкие перепады настроения, раздражительность, иногда депрессия, ворчливость, тяга к углеводам, постоянное чувство голода, особенно между приемами пищи. Когда вы переводите тело в режим сжигания жира, оно занимается этим между приемами пищи. Ведь оно раньше не сжигало жиры, а работало на сахаре из вашего рациона. А вот теперь, когда вы сжигаете жир – ура! У вас больше нет чувства голода. И поверьте, этой системе несложно следовать. Ведь голода больше нет. Вот почему здоровый китоз и интервальное голодание очень успешны в долгосрочной перспективе, и вы в состоянии поддерживать этот режим. Ведь теперь у вас нет постоянного чувства голода. Если вы поищете слово китоз в интернете, вы можете наткнуться на такую диаграмму. На ней будет около 20% белков, может быть 65 или 70% жиров в плане общего числа калорий и 5-8% углеводов. Многих людей это просто пугает, потому что приходится высчитывать калории, переводить граммы и так далее, но гораздо проще будет так. К примеру, половину тарелки должны занимать овощи и салат, четверть белки и еще четверть жиры, и еще немножко углеводов. 70% жира – немного, но не забывайте, что 1 грамм жира более чем в 2 раза калорийнее, чем 1 грамм углеводов или белков. Поэтому не обманывайтесь, на самом деле весь объем жира занимает четверть тарелки, и большая его часть идет вместе с белками. Так что это не так много, как кажется. Все на самом деле очень просто. Согласны? Суть здорового китоза и интервального голодания не только в том, чтобы похудеть, а в том, чтобы оздоровить организм и снизить воспаление, улучшить ваши когнитивные функции, а также улучшить ваше настроение в целом и заставить тело работать как часы. Вместо сложных подсчетов калорий и краткосрочных диет, направленных на быстрый результат, возьмите простую, но весьма эффективную привычку – правильно питаться здоровой пищей, купя с полезной информацией для мозга. А чтобы не пропускать ежедневные дозы приема полезной информации, вот простой и эффективный лайфхак. Подписывайтесь на канал FitStarsGirls и не забудьте про колокольчик рядом, так вы не пропустите ничего важного в сфере здорового образа жизни. А также не упустите возможность, чтобы получить скидку 70% на все программы тренировок, разработанных профессиональными тренерами и спортсменами специально для вас. Пишите в комментариях, о чем вы хотите следующий выпуск и поддержите нас лайком. Это лучшая благодарность нашей дружной команде FitStars.ru. Помните, что возраст становится барьером только если вы думаете об этом. Существует биологический возраст и есть еще один, который определяется вашим состоянием ума. До новых встреч!